всем привет мои добрые милые люди а также мои подписчики и случайные про кожи по моему каналу сегодня я вам покажу уникальный рецепт для мозгов как это не смешно звучит но те люди которые худеют или держат пост вот это вот смесь которую я сейчас делаю она очень необходима и даже если кто-то например болеет какие-то есть сердечные заболевания поверьте что эта смесь очень 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 помогает но вот я как вы уже помните я сижу на строгой диете но себе обязательно приготовлю эту смесь и по утрам буду одну чайную ложку употреблять натощак а я буду одну столовую ну это уже как то пожелание значит смотрите что у меня есть у меня есть мясорубка сейчас я помелю у меня здесь пол килограмма вот изюма вот такого вот я купила вот сейчас я буду все мелить не знаю сразу назвать ингредиент или можно конечно сразу ну давайте сразу назовем вот смотрите что у меня пол килограмма изюма пол килограмма все по пол кило пол кило курахи пол кило чернослива пол кило инжира и пол кило грецких орехов вот все это я сейчас перемелю на мясорубке и также у меня есть пол килограмма меда вот но по желанию вы еще можете добавить сюда пол килограмма лимона с кожурой тоже помелите вот и пол пол литра добавить еще когор не буду добавлять никогор не лимон буду только мелить вот те продукты которые у меня есть на мясорубке мясорубка у меня электрическая можно на обычной мясорубке то есть значение не имеет все это сейчас помелю и превращу в однородную массу результат покажешь да а а а и и и и и и и Продолжение следует... Все, значит, все я измельчила, вот. Теперь у меня вот здесь по полкилограмма меда, вот в одной такой вот баночке, во второй баночке по полкилограмма. Вот, дилемма теперь, какой мед положить. И тот, и тот мед разнотраляю. Но я предлагаю положить этот потемнее, а вот этот посветлее так оставить, так кушать. В общем, мое предложение вот это положить. Значит, сейчас что я делаю? Возьму, значит, мед в первую очередь. Господи, как он тут открывается. Ну, как его открыть? Помочь? Хорошо пахнет, да? Нормально. Хорош. Он островатый, да, чуть-чуть? Островатый такой. Такой. Значит, весь мед... Сейчас выложу в миску. Ну, лучше начать с медом. Мед не надо разогревать. Прямо как есть. Мед вообще никогда никто не разогревает. Вот, даже горячей водой мед не рекомендуется заливать. Поэтому мед надо, вот, желательно, чтобы он размешался, значит, в таком состоянии, в котором есть. Все. Значит, мед сюда, в баночки, в мисочку переместила. Вот так немножко его размягчила ложечкой. И теперь начинаем все продукты, которые измельчила. Сюда, значит, вот, в мед прямо соединять. Вот здесь курага, как мы уже помним. И жир. Оно все такое сладкое, ребята. Все оно такое, конечно, тягучее. Тут, наверное, все же нужно... Калорий. Калорий много, да. Ну, наверное, надо чуть размешать его, да? А, вот это поджиджа, да? Вот это вот ему тоже положу. Такое оно помягшее. Все же, если есть морская сила, все же прибегнуть надо к помощи мужчин. Чтобы мужчина, значит, занимался такой домашней работой. Он же тоже будет есть, понятно? Вот это все надо размешать. Единая масса. Ложка у меня не получилась вымешивать в эту смесь. Я ложку убираю и прямо так вот рукой все размельчаю и соединяю. Вот сюда сейчас еще положу курагу. Совсем как тесто. Да, как тесто получается такое. Ну, и орехи. И прямо рукой целая миска. Такого добра. Вот это такие конфеты будут. Питательные, да, и полезные. Я вам серьезно говорю, я не шучу. Если кто даже худеет, кто на диете сидит, вот такую конфету обязательно. Она помогает от сердечно-сосудистых заболеваний. Это посоветовал врач. Вот такую смесь. Поэтому, кто сделает, не пожалеет. Еще повторю. Можно сюда добавить полкило лимонов. Но что-то мы, лимона нет. И можно добавить еще пол-литра кагора. Если хороший кагор. Ни вина никакого, ни сухого, ничего. А кагор. Ну, честно говоря, да, инжир я первый раз слышала, что положили. Ну, вот видите, вот такая, получается такая конфета. Хорошо сейчас вымешаю. И это... Сделайте такую конфету. Детям можно давать. Более того, я вам больше скажу. Если у кого старенькие животные, собаки. Кошкам, конечно, нет. Кошкам мед нельзя давать. А если собака, можно маленькую конфетку ей давать. Потому что использовано это все проверено на собственном опыте. Да, для профилактики сердечно-сосудистых. Да, если старые животные, старые, которые уже... А вот Леська хочешь попробуй, иди попробуй. Иди попробуй смесь эту, иди сюда. Заходи. Привет. Заходи. Я сделала такую снизу. Заходи, иди сюда. А ну попробуй, отгадай что-то. А ну, бери ложку. Один ложка. Ну, вон ложка в мёде. Горихи, мак, карамель. Еще не пробовала, а жорихи, мак, карамель. Я как карамель. Я кей мак. Горихи, мак. Нет, ложкой возьми, попробуй. Нет. 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 Вот почти. Мак есть, да? Нет. Мака нет. Какой мак? А ну, Ира, попробуй сейчас. А ну, Ира, попробуй. Чарно-сил, изюм, курага, орехи. Так ты же уже бачила. Держись. А ну, попробуй. А он ложечку возьми. Ну, и бабушка такая роба. Тоже бабушка такая роба? Добрая. А теперь посидима. Бабушка роба для чего? Что она каже? Витаминная смесь. Витаминная смесь. Так я вот еще что хочу сказать. Что это очень полезно. Бачите, а бабушка плохого мама бы не робила. А ты робишь такая? Я не, я не, что. А вона? Я не. Вона маде, когда его робила, боже. Там было больше кураги. Изюма не было. Ну, это, конечно, дорогое удовольствие. Ну, как сказать, дорогое. Ну, можно, я думаю, что себе выделить. И мед. Ну, да. Обязательно мед. Можно. Еще такая добрая. Нормально вкусная. Она должна потом еще постоять. Можно, я уже говорила, лимон добавить и кавора. Но никакого вина, а именно кавора. Все ради инаковых пропорций. Я серьезно говорю, я знаю, что, у нас заболела собака, она же парализовала боксера. Эта врач посоветовала вокруг с ней. Ветеринар. Дала ты ему, да? Да, и мы ему давали. И он еще после инсульта, я его парализовала одну сторону, он после инсульта еще прожил сколько? Пять лет? Три. Три. Три было. А я что-то пять лет. Полкило изюма, полкило кураги, полкило чернослива, полкило инжира, им полкило меда. И орехов. И орехов полкило. Тяжело мешать, ложкой хотела мешать. Конечно, нифига себе. Ну да, да, это еще тоже. И чернослив. Да. Ну вот хорошо еще было. Принесешь тарелочку малой, насыпем завтра, чтобы попробовать. Пуснотая. Пуснотая, конечно. Очень, знаешь, она густое такое. Ошмет, и она тяжело вымешивается. Я хотела ложкой, а ложкой не получается. Ну, рукой. А что, тесто смешаем рукой, правильно? Вымешиваем. Ничего. Потом напишем. Будет вкусно. И полезно. Ну, я думаю, что я хорошо это вымесила, да? Достаточно. Теперь надо только разложить по баночкам, и пока уж уже в идее. Значит, все. Тащи тарелочку. Давай тарелочку я Карине отложу. Пусть Карина завтра с утра попробует. Так что, вот такую смесь я сделала. Сейчас разложу это все по банкам. Вот. Потому что добавлять лимон не буду, значит, ковур тоже добавлять не буду. По баночкам сейчас разложу и поставлю его в холодильник. Оно немножко настоится. Все это подружится между собой. И будет полезно и вкусно. Так что, воспользуйтесь этим. Непременно сделайте такую смесь. Скажите спасибо. Ну, и все. Я с вами прощаюсь, как все время. Чао! Ты уже давай сразу, Леськи, отсыпай. Так, давай. Слушай, ну я сама люблю чернослави, курагу люблю. Ее можно так листать, да? Конечно, можно так листать. Или на хлеб. На хлеб потолстеешь килограмм, а на три. Ну, его надо, знаешь, чтобы оно немножко подружилось. Это так, когда лимон добавляешь, оно становится кисловатым. Оно немножко становится кисловатым, и оно немножко разбавляет. Ты видишь, у нас прямо аж такая вот. Ну, пожиже становится такая. Даже как с чаем заливаться. С чаем? Ну да, как с чаем пить, ага. А, ну да, конечно. Ну, вообще. Ну, ничего не надо такого делать. Это надо, вот как нам врач говорила, я тебе говорю, говорит, подащал, вот берите, вот прям вот такую чайную ложку или столовую ложку. У нас собака сначала не ела, там же коварно, кисло. Так мы вот это запихиваем уже. Потом, знаешь, начало есть. Ну, ей сколько, да? Долго кормить? Долго, наверное, месяца два. Не, ну, ты видишь, вы добавляете коварно. И вот врач говорил, что, говорит, не вот это. Это уже, знаешь, это уже наши кубом баку. Ты с чаем его забавишь, уже оно будет все. Оно уже как сварится, как компот будет. А это вот именно надо так брать. А ведь чего оно, просто и кисло. Профилактика сердечно-сосудочных заболеваний, витаминная смесь. Для мозговых, прикинь, мед, курага, это все это. А как вы говорите, добавляете туда еще? Нет, ничего не будем добавлять. Ничего уже не будем добавлять. Лимон не приобрели. Ну, там один лимон валяется, но один лимон я не буду добавлять. А оставлю вот это коктейк. Ты еще решила добавить на кокора, а то мне не ты еще добавляешь. Нет, никакого кокора. Может, если в следующий раз только куда-то. В следующий раз будет работать, тогда можно добавить. Но кокора не хочу добавлять. Доброе, но оно, понимаешь, оно такой пьянящий, такой вкус. Вот такой какой-то, знаешь, вот. Ну, сегодняшний день, знаешь, как-то и так сказать. Ну, пост и все, и я думаю, что с кокора не будет. А это, я думаю, что такое сухофрук. А если ты каждый день делаешь, то, конечно, можно даже спиртное добавить. Спиртное добавила еще и каждый день бухаешь. Ну, все, и наконец-то. Чао! Это, например, например, взял, например, хорошее закусок. Но кокорин сладкий. Ну, ничего. Ставра выпил, раз, записил. Кокера кокорин, ты на кащак? На кащак чайную ложечку, столовую. Ну, чайную ложечку, столовая-то много. Ну, ты, 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 ты. А, ничего не будет? Посыпит, посыпит. Посыпает. Нет, ну, если, конечно, ты будешь есть там где-то, я знаю. Ну, Каринка, я думаю, может запросто съесть, она ж любитель сладкого. Ничёный будет, а дашь ей на хлебушек утром и в школу с хорошими мозгами. Как мама нам перед школой говорила, надо мёд кушать. Я вообще считаю, что вообще детям надо такое восходить. Вот эти старые люди, они такое вот, ну, которые понимают, знаешь, такое. Это ж мужские, там, кто молодые, вот, пока они вообще ничего не нравятся. О, бабушка, вот именно ж бабушка. Нет, я люблю, я просто люблю чернослив, курагу, царей, вообще. Нет, я люблю такие, оно более красивое, помню, нацветлого, наеду. Ну, может, может, наверное, потому что у вас своя абрикоса? Нет. Нет? Вы покупали? Покупала? Да, покупала. Мы, наверное, будем здесь с вами. Нет, я думала, знаешь, может, своя абрикоса она посушила. Это что? А, это, курага, это та же абрикоса, что-то что? Я знаю. А черносливцы та же, слива, а изюмцы та же, виноград тот же. Я хочу, люди, в которых, например, весит, например, два года. Она в двух отделах не выходит, ну. Может, это сей, она больше длила, как... Ну, да, это, может, вот эти современные сушки, там, на современных сушках что-то, да. На современных я не спорю. А ну, что же здесь, вот, и все, и нет. А знаешь, как раньше абрикоса сушили, на гамаху так, разлаживали. Я в облаке абрикоса. На крышах. Ну, что, не сушила все? Так, ну все, я прощаю. Чао-чао. Все, чао-чао. Пошла, я куплю.